Всех приветствую на своём канале, с вами Полина, и сегодня, можно сказать, такое back to school видео. Сегодня я буду показывать, что я купила вчера в магазине для школы. Я очень давно хотела купить что-то в стиле Dark Academy, и я думаю, что у меня получилось. Хотя сейчас очень сложно найти что-то подобное, но вчера у меня получилось попасть в H&M. Трэш, короче, я зашла в H&M. Это H&M в России. 10 магазинов всего в России H&M открылось, просто для распродажи. То есть никакого воза, H&M, он не вернулся в Россию, ну, по крайней мере, как говорят статьи в интернете. Но открылось 10 всего магазинов, и в один из них мне удалось попасть. Это моя собака Белли. Она напала на крысы сейчас. Я подержу, чтобы она его не съела. Да, у меня есть еще также крыса. В общем, вчера я поехала в магазин за школьной одеждой. То есть я даже не знала вообще открытие H&M или что-то подобное. Вот. И когда я приехала в Европолис, я увидела огромную, просто огромную очередь в H&M. Ну, и что он открыт, собственно. Не было надежд, что я попаду вообще туда, потому что стоять в огромной очереди я не собиралась. Сразу, как все было. Сначала мы сходили в магазин за одеждой. Магазин мне вообще визуально он абсолютно не понравился. Как в Айлберис, если не искать. То есть в Айлберисе можно найти хорошую одежду, но если ее не искать, то это просто ужас. Такие тети Моузи стоят там в рубашечках такие, позируют. И, короче, вообще фу. Потом я, короче, ухватила некоторые вещи, и мне очень понравились они. То есть я нашла то, что я искала. Что, в принципе, я буду показывать сейчас. Рассказываю, как было дело с H&M. Я, когда пришла, там была огромная очередь. Мы прошли мимо, пошли в другой магазин. Вот. Пока моя мама с тетей стояли там что-то себе смотрели. Я пошла посмотреть, вообще, магазины какие есть, и как дела там с H&M. Вот так вот прохожу мимо H&M. Там огромная очередь стоит, просто гигантская. Обхожу вокруг лифта, собираюсь уходить, и тут вся эта очередь резко заходит в магазин. То есть в самый H&M. Я быстро забегаю за этой очередью. И вот так вот за мной закрывают, и больше никого не пускают. Я просто такая... Боже, это что, H&M? Трэш, я в H&M. Я, короче, накупила очень много вещей там. Ну, спасибо моей маме и моей тете, которые позволили мне это сделать. Потому что в итоге они потом... Они стояли в очереди 10 минут, они подошли, они были самые первые. И вот 10 минут они стояли, ждали, пока их впустят. Только их. То есть там по несколько человек потом впускали. И в итоге они зашли, и мы купили. И сейчас будет тот самый обзорчик, к чему я все веду. Обзорчик вещей из другого магазина и также из H&M. То есть мои луки в школу. И, кстати, я покажу несколько луков повседневных, которые я просто купила в H&M. Вот, это весь пакет, в принципе, с покупками для школы именно. Первое, что я хочу показать, это вот такой вот шоппер коричневого цвета. Я его выбирала именно как раз-таки для моих образов. То есть мои образы в Dark Academy. Срезовый шоппер тоже такой коричневый. Можно сказать Dark Academy. Следующая это вот такая вот кофта. Это кофта из H&M. Коричневая кофточка. Ну, я бы сказала, что это кардиганчик. И сейчас я одену образ. Образ, в котором буду ходить в школу. Один из образов, в котором я буду ходить в школу. Вот такой образ. Я буду носить его еще с белыми кроссовочками. Обычные белые кроссовки. Я их сейчас не одеваю, потому что, ну, я снимаю в комнате, мне неудобно. Тем более, вы их все равно, скорее всего, не видите. То есть вот такой образ. Это мой первый образ. Сейчас я покажу второй. Вот, для следующего образа у меня есть такая жилеточка. То есть, по факту, ну, они похожи. Вот этот и вот этот образ. Я просто поменяю кофту на жилетку. Вот такой вот образ. Я считаю, что, возможно, рубашка будет смотреться лучше здесь. Обычная белая. Вот. Но, в общем, вот так вот это будет. Следующий образ будет вот такой вот пиджак. Вот сюда, как раз таки, можно шоппер этот. И вот такой вот образ получается. Вот юбка, пиджак и вот шоппер. Как раз их, которые подходят под Dark Epidemic. Как раз таки. Для следующего образа я надела такие шорты. И вот такой вот пиджак. Я считаю, что, в принципе, смотрится неплохо. Соответственно, под шорты я надену колготки. То есть, вот так вот. Вот такой образ. Также эти шорты хорошо смотрятся вот с этим кардиганчиком. Для этого образа у меня есть вот такая юбочка. Тоже мы купили, кстати, это тоже вчера. Мне она так, на вешалке, абсолютно не понравилась. Но моя мама стала мне померить ее. И, в принципе, она смотрится неплохо. То есть. Вот такой вот образ. Также для школы у меня есть вот такой образ. Просто джинсики черные, которые я вчера купила. Эта кофта у меня уже, как, наверное, месяц. Я ее месяц назад купила в Сенсею. Вот. Это не Дарк Академия. Это самый обычный, возможно, мой комфортный образ. Который, ну, можно иногда надеть, когда холодно. И когда просто хочется побыть, можно сказать, в уюте. Из школьных образов это, наверное, все. То есть, образы немного неполные. Потому что я просто не надевала ботинки. Но ботинки у меня обычные белые кроссовки. Вот фото. Ну, то есть, ничего в них такого нет. Сейчас я хотела бы показать, немного уйти от темы и показать мои образы повседневные, которые я купила вчера в H&M. Первый образ у меня состоит вот из таких джинсов с карманами. Для меня это просто восхитительные джинсы. Моя тетя, спасибо ей огромное за то, что она их заметила. Потому что они реально очень классные. Есть такие джинсы и вот такая вот оверсайз футболочка. Второй образ. Вот те же самые джинсы. И вот еще вот такая оверсайз футболка. Очень люблю этот цвет. Такая вот, можно сказать, ретро. Также я купила в H&M вот такую вот рубашечку. Она мне понравилась. У меня есть похожая прям почти... Ну, я бы сказала, такая же рубашка. Просто другой расцветки. Вот фотка, если найду. Ну, как бы мне... Я люблю вообще носить рубашки поверх футболок. Это прикольно. Вот такой образ. Вот, в принципе, на этом все. Думаю, это получилось зашлое короткое видео. Дело в том, что просто эти вещи можно друг с другом комбинировать. Всегда по-разному делать. Всегда их по-разному одевать. И это можно составить еще кучу образов. Просто меняя, допустим, джинсы или меняя верх. Я показала одежду, которую я купила. В H&M и не только. Такие образы мне нравятся больше всего. Большое спасибо вам за просмотр этого видео. Пожалуйста, ставьте лайк. Это поможет продвижению моего канала. Ну, и если хотите, подписывайтесь. Всем пока.